так дорогие друзья все мы снова собрались изучать притчи царя сломона мишли это мышление мы изучаем мышление мудрейшего из людей вообще за всю историю то есть если вот так вот думать как он то естественно будут совершенно другие в жизни результаты и значит мы сейчас находимся седьмая глава уже седьмая глава он начал седьмую главу опять же вот интересно что начинает каждый раз с важного самого важного каждую главу начинают одинаково практически он начинает дни шмор амарай он говорит сынок сохраняем мои слова то есть мышление человека это полный хвост такую то есть у тебя в голове как она очень реактивно и все время ты что-то вошло ты на него отреагировал цепляет одно за другое если не заполнять свою голову торой то она будет заполнена мусором то есть реально особенно сейчас но нашу наш век вот эта информация вокруг которая лезет на тебя со всех каналов и заполняется мусором голова и потом тебе достаточно одной искорки и этот мусор взрывается каким-то негативным ну историей и поэтому он говорит вниз мор амарай сынок сохраняем мои слова слова торы то есть амарай это объяснение торы как работает мир мировоззрение торы шестой человеку вспомнить одну мысль бах что бог управляет миром у него сразу другая картинка в голове что все что происходит это же не люди делают это бог делает и ты такой оп это же боксом на разговаривать через события и у тебя другой подход на все так он говорит сынок сохраняем амарай и мит сватайте спон и тха и амит свод заповеди они всегда должны быть с тобой потому что это делать то что надо делать это ты должен все время знать что делать что не делать и тут интересно что есть 248 повелевающих заповедей в торе да ну как изначально это то что бог сказал делай и так как бог это любовь то основа всех заповедей повелевающих это любовь интересна но есть одна заповедь а есть запреты запреты то что нельзя делать это страх но заповедь боятся бога это тоже повелевающая заповедь у него все равно в основе любовь то есть ты только через страх вы все равно приходишь к тому что ты начинаешь идти по правильному пути То есть это интересно. И они должны быть всегда с тобой. То есть ты должен всегда знать, что сделать на следующем шаге. Это первый был Васук. Второй, шмор мицватай вахай. И если ты будешь сохранять мои заповеди, ты будешь жить ими, да? И не просто жить, это и называется жизнь. Потому что все остальное не называется жизнь. Все остальное, чем занимаются люди, не заповедями и не торы, это не жизнь. Это убивание времени, это прожигание времени, это убегание от себя, от понимания, что вообще зачем ты и кто ты. И он говорит, сохраняй заповеди и живи ими, в это ратика и шон и неха. А тора пусть будет как зрачок твоего глаза. То есть смотри на мир сквозь тору. Потому что если ты не смотришь на мир сквозь тору, то тогда ты не понимаешь, что происходит. То есть должны быть все время фильтры торы. То есть когда ты смотришь на мир сквозь фильтры торы, у тебя есть правильная перспектива, правильная картинка. Третий отрывок. Вот сегодня мы начинаем с третьего отрывка. Кашрем аль адзбатеха. А завяжи их на свои пальцы. Значит, что имеется в виду? Завяжи их на пальцы. И напиши их на скрижалях своего сердца. Имеется в виду, что действия твои должны быть всегда по торе. То есть все, что ты делаешь, это вот завяжи слова торы на свои пальцы. То есть, оп, берешь кофе. Говоришь благословение, что все возникло по слову твоему, да? Потом глотнул кофе. Все по торе должно быть. Кофе кошерный. Браху сказал. Все. И когда ты делаешь у человека, как бы, есть то, что он уже запомнил. То, что уже отпечатано на скрижалях его сердца. Ну, вот на языке царя шломо, это... Я назвал это на жестком диске. А он не знал, что жесткий диск. Он называл выбито на скрижалях сердце. Это то, что человек уже запомнил. То, что внутри у него есть в голове, ему... Это то, что уже внутри есть, оно не касается с реальностью. То есть, закрыл глаза, а у тебя все равно все, что было с тобой, оно там внутри отпечатано. Оно всегда с тобой. Так должна быть тора там выбита. То есть, должна быть тора выбита на скрижалях твоего сердца. Для этого надо повторять, учить наизусть. Вот спроси человека, например, он ходит в синагогу. Ну, там много людей ходят в синагогу, да? Спроси его, слушай, ну вот давай расскажи тору. Давай расскажи. И он ему мало что будет сказать. Потому что они ходят, как бы, многие. Но у них на скрижалях сердца ничего не выбито. Это история, да? А мышление, это именно то, что у тебя там уже впечатано. И ты все время принимаешь какие-то решения на основе того, что у тебя там в глубине. И получается, большинство людей, которые стали религиозными, у них есть старое, то, что у них вся их жизнь была набита на скрижалях их сердца. То есть, они, ну там, фильмы детские, про Винни-Пуха много там есть, про это самое. Ну, то есть, там куча на скрижалях сердца набита, да? А потом сверху он одевает мировоззрение Торы. А оно не держится, оно все время слетает. И он все время, ты чуть только забыл, что ты религиозный. Ну, буквально. И опять Винни-Пух лезет, да. Значит, Вайсман Дмитриев, вот, присоединился к нам первый раз. Значит, дальше. И дальше он говорит. Амри ли хахма ахати ад. Скажи хахме, скажи хахме, скажи божественной мудрости сестра ты мне. Непонятно. Сейчас вот без объяснений непонятно. Вэмода лябина текра. Умода лябина текра. Значит, что это имеется в виду? Имеется в виду следующее. Значит, хахма, божественная мудрость, скажи, что ты мне как сестра. Тут непонятно. Что значит, скажи божественной мудрости ты мне как сестра? О, теперь здесь есть интересное объяснение. Значит, когда человек, есть такое, как, ну, устная Тора говорит, что когда человек в животе находится у матери, то ему известна вся Тора. Ему известна вся Тора, то есть он полностью воспринимает мир сквозь призму Торы. То есть он соединен с Богом и воспринимает мир сквозь призму Торы. Как это понять? Ну, вот так. Значит, теперь дальше. Дальше, когда он рождается, он выходит в этот мир. Ангел его бьет, специально есть ангел, бьет его порту, он забывает всю Тору, и у него тут такая вот эта вот штука, это типа след от ангела. В психологии, что в самом деле, разданная целостность. Да. Но что это значит? Что, как бы, потом человек учит Тору, когда он ее не учит, он восстанавливает связь вот этого, да? Восстанавливает связь в этой истинной реальностью структуры мира. Так, любовь к сестре, это как бы то, что вбито в природу. Ну, то есть ты с ней соединен по рождению твоему, да? Ты вышел от этих родителей, она вышла от этих родителей. И с божественной мудростью у человека есть родственная связь. То есть он ее, ее нельзя придумать, она не выводится логикой. Божественная мудрость это то, что ты принимаешь, это то знание, которое Бог дал, и которое пришло через пророков, и ты берешь это знание так, как оно есть. То есть это аксиомы. Это не то, что ты должен обдумывать. На севене шма сделаем, а потом будем думать. Это то, как принимают Тору. И когда ты принимаешь Тору на таком уровне, без вот этой прокладки оценивания, а может мне и не надо соблюдать, а может это и неправда. То есть вот так надо принять божественную мудрость, как сестра. То есть ты с ней одно целое, все. То есть нужно принять в принципе одно решение, что я хочу принять божественную мудрость. И тогда она ложится уже без, ну прямо вот в плотное с тобой соединение. То есть это твоя истинная природа. Это божественная мудрость. Это амуда ля бина текра. А муда это как то, что ты узнаешь, знакомый такой, да, близко знакомый. Ля бина текра. Назовешь ты бину, бина это сообразительность. Ты ее назовешь то, чем ты познакомишься потом. То есть еще раз Малбим напоминает нам, что есть как бы три свойства у разума, три состояния. Первое состояние это хохма, божественная мудрость. Ты ее можешь только принять, это аксиомы. Бина это как бы строительство. Слово бина это как переводится строительство, али в нот. Мевин довар, меток довар. Что ты понимаешь вещь из вещи. То есть ты берешь какой-то кусок информации, и ты из него выводишь логикой другие выводы. Или ты можешь взять кусочек и из него не выводить, а наоборот соединить кусочек с кусочком. Это называется твуна. Тот же корень, только чуть по-другому. Бина это ты выводишь вещь из вещи. То есть ты берешь кусок и логикой из него начинаешь выводить более мелкие детали. А твуна это ты берешь кусочки и строишь из них общую картину, целостную картину. И это качество ума, которое ты должен себе развивать. Это то, что можно в себе построить. То есть то, с чем ты познакомился. То, что ты у себя выработал тренировками. Это называется бина и твуна. Это не то, с чем ты одно целое. Это то, что ты в себе выводишь. Вот это то, что он имеет в виду в четвертом отрывке. Хохме скажи, что ты мне родственница, а бина с ней познакомься. Теперь третье состояние разума называется дат. Дат это уже то, что ты воспринимаешь. То есть хохма, аксиомы, торы, которые необъяснимы. То есть это не логика. Ты просто это принял, как исходные предпосылки. Дальше бина ты все там себе конструируешь. Дат это то, что ты воспринимаешь уже. То есть та картина, которую ты воспринимаешь. Или воспринимаешь органами чувств. Или ты воспринимаешь разумом своим. Но это то, что ты уже... Это соединение хохмы, бины вместе. Оп, да, я знаю. Я познаю. Но это то, что ты уже воспринимаешь. Это дат. Теперь дальше идет с пятого отрывка. Пятый отрывок. Лишморха, миеша, зара, минохрия, аморея, эхилика. Значит, и когда у тебя есть вот эта вот хохма, божественная мудрость, которую ты принял, аксиомы. Есть у тебя качество, что ты управляешь своим умом, логика. То есть ты можешь уже спокойно сопоставлять, сравнивать и так далее. Тогда это тебя сохранит, миеша, зара. Сохранит тебя от чужой женщины. От чужой странки, аморея, эхилика. От чужой странки, чьи слова, они гладкие очень. Сильно гладкие. Значит, здесь есть прямое значение, что... Ну, прямое значение, там, женщина чужая. Это имеется в виду чужая женщина, которая тебе запрещена. А женщина, нохрия, иностранная, которая тебе еще больше запрещена. То есть по закону Торы, значит, есть евреи, есть евреи, которые, они становятся чужими. То есть они изменяют Богу, там, ну и так далее. А есть неевреи, которые изначально, они живут в другой плоскости, в другой плоскости, в другом мировоззрении. В то время это было, ну, два разных мира, вообще два разных мира. Был мир служения единому Богу, который установил четкие правила, добро, помощь и так далее. И было идолопоклонство, например, которое было, там, греческое или римское. Когда они с утра садились в Колизей и смотрели, как эти рабы друг друга колбасят. А теперь зверей на туда выпустили. А теперь давайте, там, общественное жертвоприношение. И в итоге все завершалось ордией. Во время которой они ели еду, потом рыгали, чтобы есть опять еду. И потом они совокуплялись публично друг с другом и с животными. И это, как бы, это был один мир, чужой мир. А был мир служения Богу, такой же, как сейчас. Что скромность, чистота в семейных отношениях, помощь ближнему, ну, не делай зла, не кради, не убивай, не вожживай жену ближнего и так далее. То есть это было два разных мира. И во времена царя Соломона он говорит, что тот мир, у них были свои какие-то рупоры, да? Рупоры, кто у них были рупоры? Платон, Сократ, Аристотель, Диоден в бочке жил, тоже персонаж был такой. То есть и они красиво говорили. Они умели, как бы, был эпикурейцы, которые... У них были у всех теории. И теории были очень красивые. То есть греческие философы, они были страшно умные. Они были невероятно умные. Но, как бы, все равно они все плохо заканчивали. Как бы они не были умными. Тот самоубийством закончил, тот того убили, тот, значит, того казнили. Ну, чем у них, в принципе, у всех жизнь была такая. Ну, не шибко веселая. И, ну, как бы, они умели, умели они продвигать свои идеологии. И вот тут царь Соломонов говорит, что если у тебя есть стора, то есть если у тебя божественно вот это вот восприятие мира, система, то она тебя защитит от всех неправильных мыслей и действий. Дальше. Тибы халон бэйти баат эшнаби нишкафти. Вэре бэпсаим авина бабаним наар хасарле. Значит, и он рассказывает, тут очень сложно понять, то есть если ты читаешь по-простому, то речь идет, здесь дальше начинается какой-то эротический фильм о том, как женщины соблазняют мужчин. Если смотреть на это по, ну, вот, по, как бы, по простому пониманию текста. Теперь, но если говорить про это по глубокому пониманию текстов, то здесь идет о том, что сравнивается чужая запрещенная разрадная женщина, она сравнивается с мировоззрением, которое тебя совращает и которое тебя уводит от служения Богу. Значит, идет дальше так. Вот она смотрит в From the window of my house, through my lattice, I looked out. То есть на английском переводится так, что из окна моего дома и через смотровое отверстие, грубо говоря, да, не шкафте, я смотрю. Значит, здесь вот очень это вписывается с тем, как человек вообще воспринимает мир. То есть человек смотрит на мир вообще. Кто такой человек? Если мы посмотрим, что я это набор мыслей о мире, то есть обычно как человек воспринимает? Кто я такой? Я там, Иван Петров, люблю футбол. А еще кто ты? Ну, опиши себя. Я еще люблю картошку жареную, но я болею только за Спартак, за Нинамо я не болею. То есть если Иван Петров, это набор вот этих идей. А еще кто ты? А еще у меня есть цель съездить там во Вьетнам. А кто ты еще? А еще я 20 лет назад там, например, это самое, что он еще делал? Бабочек ловил этим с очком. То есть если человек, он я, это весь этот набор мыслей о будущем, о прошлом и каких-то оценочных суждений, тогда, ну, тогда это все искусственно. Это некое такое вот, ну, нагромождение идей, и большинство людей живет в этом нагромождении идей, воспоминаний, ожиданий от мира и так далее, думая, что я это и есть вот этот вот набор идей. Теперь есть другой взгляд, если на себя. Я это душа, которая пришла в этот мир, которая находится в теле, которая соединена с Богом, и у которой есть мыслительный аппарат, который нужен для того, чтобы достигать цели и запоминать разные события. И вот эти вот события и цели, это не я, это просто мыслительный аппарат, который он предназначен для того, чтобы меня обслуживать, мою душу. Но большинство людей про душу не знают, и они думают, что я, это и есть мыслительный аппарат. Здесь нам царь Псаломон говорит, что я смотрю на мир как из окна дома, и я через смотровое отверстие. То есть я настоящий смотрю на мир сквозь вот эти глаза и сквозь все эти воспоминания, ожидания и цели. Но я это не вот эти вот воспоминания, цели и ожидания и ярлыки. Это все просто некое, ну, как окно. Я сквозь эти глаза смотрю на мир, сквозь призму каких-то ожиданий, целей, воспоминаний и так далее. Но я тот, кто смотрит. Это душа, которая соединена с Богом, которая в этом мире находится, находится в какой-то продолжительности времени, которая, если она набирается, митцвот, заповеди и так далее, то она идет дальше. Если не набирается, то Вася Петров исчезает вместе со своими футбольными командами, которые вообще никому не нужны. Дальше. Значит, дальше шестой отрывок, он переходит на женщину, которая, она ищет наивных, ищет она наивных. И ищет она подростков, которые наар, хасар лев, у которых не хватает сердца их, да. Значит, что имеется в виду? Что наиболее неустойчивая психика у человека, у подростка, у ребенка, то есть ребенка-подростка как научит, так он и будет. Хочешь, научи его, будет Маугли. Волки его будут обучать, будет реальный Маугли. Будет его обучать там ушу китайскому, будет ушуист. Будет ребенок, я не знаю, расти в... Ну, в какой бы среде ребенок ни рост, что в него напрессуют, то с ним и будет. И, к сожалению, большинство детей, они, ну, особенно в современном мире, когда они полностью предоставлены Ютубу, телевизору, и, ну, вообще непонятно, какому информационному потоку, большинство детей, они превращаются в большинство взрослых, которые живут нереализованной жизнью, не здоровы, не богаты, не счастливы, не успешны и не радуются. И живут они, ходят все время недовольные. Это, как бы, это выросшие дети, которых воспитали вот эти взрослые, которые им гонят с экранов телевизора, ну, всякую, или из Ютуба, всякую чушь. Теперь, и вот это вот показывается, что вот эти чуждые мировоззрения, это, как бы, вот возникла некая идея, да? Эта идея, она возникла в каком-то сумасшедшей голове. Например, возникла когда-то идея коммунизма в голове Карла Маркса. Дальше эта идея, она как червяк такой, как вирус, она поселяется в головах других людей. Они начинают эту идею обваривать, передавать другим людям. Потом эту идею захватывают маньяки, садисты и убийцы, как Сталин. Потом он на базе этой идеи вырезает, там, 10-20 миллионов человек. В это время другая воспаленная идея возникает в голове у какого-то психа, там, Гитлера, да? Даже не у него возникла, он же эту идею подхватил. То есть возникла какая-то идея, были сумасшедшие, которые там, ну, и так далее. То есть весь мир, он полон вот этих вот сумасшедших идей, людей, которые передаются друг другу, как вирусные программы такие, которые ходят из головы в голову. Потом она попадает в голову кого-то, кто имеет другую программу реализовывать идеи. То есть есть люди, которые рождают идеи. Карл Маркс, он родил эту идею, но он не мог ее реализовать. Он вообще ничего не мог реализовать. Он просто рождал идеи. А другой там, Фридрих Эндельс, у него было, у него, он принял эту идею. И у него были качества реализовать эту идею. И так далее. И все это ходит из головы в голову. Из головы в голову все это ходит. И, значит, получается, что есть люди, мы уже до этого учили, что есть люди, источники зла, они создают зло. То есть они, они его кри, да, они создают эти идеи, ну, злобные, неправильные. Есть другие люди, которые эти идеи воспринимают. Они, в принципе, интересно, это я прямо в Ветипедии смотрел. Мне было интересно воровские понятия. Есть целая, целая есть философия жизни, которая называется воровские понятия. Этой философией пользуются миллионы людей. В России только в тюрьмах сидит около миллиона человек. А сколько людей отсидело, вышли, и сейчас это модно. Ну, то есть такая, есть целая субкультура, да, шансон и так далее. Так, там есть шесть воровских главных понятий. Шестое из них, знаете, какое? Вовлекать молодежь в воровские понятия. То есть конкретно есть тема, и есть некая идеология. И это как раз вот об этом царь Соломон нас и предупреждал. Что вот эти вот все чуждые идеологии, они ищут молодежь, они прямо ее вовлекают. Именно на Архасер Леву. У него пока не хватает в сердце своей устойчивой никакой системы, вот у молодежи. И эта молодежь, поэтому она очень подвержена тому, чтобы принять какое-то мировоззрение, которое... А как они смотрят? У них нет логики, да? Они смотрят, а вот этот личность, вот этот человек, он ломает правила, он крутой. Да, он наркоман, да, он какой-то рокер там, какой-нибудь там Дорс, солист, который умер в 26 лет от передозировки наркотиков. Но он же крутой, давай поэтому мы тоже сейчас будем как Дорс, ну там или как это Вайт Хаус, которая умерла в 26 лет. Ну и в целое есть у них Нирвана Солист. Какой он крутой Нирвана Солист. Он застрелился, в башку себе отстрелил тоже в 26 лет. Такой крутой чувак от передозировки. Ну то есть наркоман конченный, да? Но это же круто. И они смотрят на людей, которые ломают правила. То есть они в принципе смотрят, что мир общества потребления, он не работает. То есть люди всю жизнь гоняются как в рабстве за, ну то есть за какими-то материальными вещами, которые в принципе, ну им просто тоже их зомбировали. Другая часть, маркетологи зомбировали людей, что им нужны обязательно каждый год новый телефон, каждый год новая машина. И две коллекции в год меняется мода, потому что ты должен все время покупать. И их зомбировали, это общество потребления. Тут понятно. То есть человек зарабатывает там тысячу долларов, он должен потратить тысячу и еще тысячу занять. Все, все довольны, придумали это кредитные карты, чтобы он на платежи покупает. И он конкретно в рабстве. Все, он уже выскочить не может из этого круга. Молодежь смотрит и думает, что я так хочу жизнь, я хочу свою жизнь потратить вот на то, чтобы все время гоняться за вот... У них идет протест. Кто протест, лидеры протеста, вот эти, которые сломали правила, ну рок-звезды, там все вот эти, они берут, перепрыгивают в другую крайность, да. То есть это вот то, что он нас предупреждал в седьмом отрывке, что вот эти вот создатели чуждых мировоззрений, они сидят возле окон и высматривают, кого бы зацепить в свою чуждую идеологию. Но те, у кого есть стора, они свободны от этого. Все, мы на сегодня заканчиваем урок. Давайте сделаем три вывода. Какие-то три вывода. Какие три вывода. Я делаю какие-то три вывода, что это, как говорится, если ты не занимаешься торой, то тогда у тебя голова заполняется каким-то мусором. Это факт. И сейчас мне стало понятно в Пертьевод, что в Пертьевод сказано, альтарбэсихаэмаиша, не умножай разговоров женщины. Про жену сказали, и тем более про жену там ближнего. Отсюда сказали мудрецы, коля марбэсихаэмаиша, каждый, кто увеличивает разговоры с женщиной, и здесь речь идет о вот этой женщине, которая с чуждым здравозрением, чужая женщина. Это имеется в виду. Он этим вызывает зло на себя, призывает зло на себя. Он в это время не учит тору. В конце он унаследует его, куда он идет. Он получит ад. Он получит ад. То есть, когда ты изучаешь тору, когда ты заполняешь свою голову светлыми мыслями, когда ты думаешь о развитии, о боге, о самоосознании, то у тебя, конечно, прямо у тебя проходит свет. Когда ты убираешь и начинаешь заниматься всякой, ну, остальной, да, хренью, то ты сразу выходишь как на минное поле, где тебя захватит женщина чужая. А они женщины чужие, сейчас такие обученные. Я недавно обучал тренеров, и там была куча женщин, которые именно по женским каким-то практикам. Они такие обученные вообще просто. А я говорю, а вы, девушка, она там тренер по женским практикам. А я говорю, вы замужем? Нет, не замужем. И они такого вида, я вам говорю, что это просто. Не подмигивает. Да, да, да. Это я ужас, что эти женщины такие обученные, которые совращаются. Только то раз спасает. Поэтому, видите, мужчины должны обязательно ходить в сицид. Видите, вот сицид это. И будешь смотреть на них, будешь вспоминать все заповеди Бога, и не будешь блукать лишь дом и влеком и сердцем их глазами. И все разбегает. Да. Это первое я понял. И второе я понял, что надо, конечно, опасаться. Надо опасаться. Все, друзья. Напишите, что вы поняли. Будет очень приятно узнать ваши выводы. Все. И с Божьей помощью, я сейчас в Киеве, то есть уроки у нас регулярные, завтра в 10. Жду вас с друзьями. Надо вокруг себя создавать круг таких вот здравомыслящих, верующих людей. Все. Удачи, успехов. До завтра. Хорошая дня. Субтитры создавал DimaTorzok